Серёже 11 лет. Организатором благотворительной акции юный нефтьюганец выступает впервые. Клич о сборе сладких подарков для детей присоединённых территорий школьник запустил в своих социальных сетях. Инициативу Сергея поддержали как его друзья, так и местные предприниматели. Потому что это доброе дело, и мы помогаем друг другу. А если вот весь мир должен помогать друг другу? Я считаю так. Желание помогать поддержала и семья юного волшебника. Тем более опыт волонтёрской деятельности в семье Овсепян уже достаточно большой. Родители и старший брат Сергея регулярно помогают нуждающимся. Примечательно, что пополнить ряды волонтёров юного нефтьюганца никто не принуждал. Да сам подошёл, загорелся он идеей почему-то такой, говорит мне, всё, Вова, давай, там тоже что-то хочу сделать доброе. Не знаю, может он, к утозрению тоже, не знаю, пришло. Захотел заниматься тоже добрыми делами, начал мне там говорить, что надо мир исправлять, надо мир делать лучше. Ну и в принципе я рассказал, что можно сделать. Таких инициативных людей в нефтьюганске с каждым месяцем становится всё больше. Только за текущий год неравнодушные жители нашего города отправили около 60 тонн гуманитарного груза по разным направлениям. Кто что может, кто-то вот, например, общественный совет города Нефтьюганска, они раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять коробок передали. А бабушка передала, блин, там пакет сахара, ну банку сахара. То есть от каждого по возможности, но каждая эта посылочка, да, она как бы, ну от души идёт, дарит тепло, которое будет согревать наших бойцов. Буквально несколько недель назад из Нефтьюганска отправили два грузовика новогодних подарков для военнослужащих и жителей присоединённых территорий. Посылки успеют дойти до своих получателей как раз к празднику. Отметим, что местный добровольческий корпус продолжает принимать гуманитарную помощь от горожан до 30 декабря включительно. В следующем году пункт приёма в автомагазине «Гараж» продолжит свою работу с 4 января.